Друзья, сегодня на съемки мы пригласили Алексея на Skoda Octavia 1.8 Turbo Stage 2 Plus на 300 лошадиных сил. Как все знают, Алексей трудностей не боится, поэтому мы подобрали ему очень крепких соперников. А именно, Golf GTI 7 на Stage 3, Acura RSX с гибридом K20, K24 на максималках, полноприводную Audi A3 на первом стейдже, Lexus AS300 на крепком свапе. И, конечно же, дизельную BMW 535 с паровозной тягой. Да будет битва! Первым соперником для Алексея будет наш одесский Серега на Acura RSX. У Сереги гибрид на 260 лошадиных сил+. Серега по Acura 1, так как у него меньше крутящий момент, мы с Алексеем будем в тачке вдвоем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алексей уверенно догнал. Надо уже тормозить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай! Третий от Алексея! Давай, давай, Леха! Кочегай, кочегай в турбину! Очень ровный бой! Очень ровный! Сколько там крутится, блин? Скидывай, я не знаю, сколько там хондовские моторы крутятся под девятку. Я думаю, что Серега на своем конфиге крутит примерно в 8500 оборотов. Давай в последний раз, финальный, давай! Давай! Давай, Леха! Очень крепко, очень крепко! Третье от Алексея! Серега впереди! Алексей догоняет! Давай, 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 Леха! Все, Сергей скинул. Очень крепко, максимально крепко! Я сам не верю, что хонда таки на атмосфере может показывать такие хорошие результаты. Серый, ты реально герой! Ты что-то там подкрутил, наверное. Следующим соперником будет Виталик на IS300 с вапнутым мотором. Я сижу в Лексусе, IS со свапнутым мотором. Скажи, пожалуйста, такой мотор? Три УЗФЕ. Сколько сил примерно? Четыре, три ВВ-8. Двести восемь взятых. Не-не-не! С места потом ходом! Красавчик, давай, Леша! Вторая, вторая, Леха, нам нужна боевая третья от Алексея. Боевая третья! Действие! Смотрите, сокращаем разрыв, сокращаем разрыв. Квотер, квотер, есть! На пол кузова, Леха, да ты просто молодец! У нас был кондер включен. Знаешь, что это значит? Ты знаешь, что мы тебя сейчас изнасилуем? Все, вам труба. Все, давай старт, кто-то да. Давай, Леха. Погнали! Вторая, вторая, ребята! Нужна третья передача от Алексея. Третья фирменная. Нет, нет, нет так сильно. Давай, 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 давай. Не успела! А-а-а-а! Красава! Вот она сильная. Талик с файл старта пошел. Давай, Леша. Он наш. Шкода, ракета набирает. Давай, 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 давай! Чуть-чуть! Не получилось. А, нет, он выиграл. Он выиграл, да. Садоедись чуть-чуть. Рано радовались. Ничего страшного, один раз все равно выиграл. Друзья, вы все знаете, что большая часть современных автомобилей оснащена функцией KLS. Что это значит? Это значит, что вы можете открывать, закрывать и заводить автомобиль дистанционно, не доставая ключа из кармана. Все это хорошо, но есть одна маленькая проблема. Вот эта самая коробочка решает эту проблему. Проблемой является ретранслятор, когда злоумышленники могут передать сигнал от вашего ключа, ваше отсутствие открыть ваше авто, украсть что-то, либо, что может быть самым страшным, угнать ваш автомобиль. Существует множество решений, сигнализации, электронные метки, но, как все знают, это стоит очень дорого. Поэтому есть уникальное, гениальное средство. Вот такой вот чехол для вашего ключа. Необходимо просто поместить ключ в этот чехол, и ключ перестает излучать сигналы. Давайте наглядно проверим, как это работает. Поместили ключ в чехол, пытаемся завести автомобиль. Видите, ничего не происходит. Все сигналы, которые излучают ключ, блокируются. Таким образом завести автомобиль, либо открыть его, уже невозможно. Чтобы ключ стал снова функционировать, необходимо просто достать его из брелка, и автомобиль можно снова заводить. Не требует установки, дешевле любой охранной системы. Единственный способ защиты от угона авто – ретранслятором. Международная годовая гарантия. Приобрести такой чехол на любой ключ зажигания, тем самым обезопасить себя от злоумышленников, вы можете в магазине AMJ Protective. Ссылку на магазин я оставлю в описании. Всем рекомендую. GTI на DSG. Погнали, друзья! Давай! Давай! Лёша, давай! Красавчик, Лёха, давай! А-а-а! Volkswagen слегка сильнее, уходит на верхах пол кузова! Скидывай, Лёха, скидывай, там некуда. Так, едем с места. Лёха, а ты там не разучился с места газовать? Давай, давай, вторая, вторая, Лёха Третья Да, GTI 7 на рестайлинге порядка мощнее Audi A3 2 литра турбо, первый стейдж Давай, давай, Лёха, блин, мы чуть-чуть затупили Лёха, когда уже встанет тот день, когда ты воткнешь в Шкоду полный, мать его, привод? Это будет очень интересное дело, если это случится когда-нибудь Ребят, если вы хотите, чтобы Лёха впихнул таки полный привод в Шкоду И показал крутыми иномаркам, где зимуют раки Напишите об этом в комментариях В этот раз он с большим шансом Алексей лучше реализовал потенциал своего автомобиля Лёша, давай, два кузова разрыв Давай, 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 Лёха Финишная черта Лёша объехал буквально в пол кузова полноприводную Audi на стейдж 1 2015 года Да, что-то у нас пошло не так Необолокий по старту Привет, BMW опять репетра Дизель, какой стейдж, сколько сил? Стейдж 2 сил где-то 380-400, говорили, не мерил, не знаю точно Ну, как бы... Сейчас посмотрим, как валит эта коптилка Лёха, ну он очень мощно едет Да, я сказал очень мощно, Лёха Ядрен батон Вот так, ребята В Бэхе паровозный крутящий момент Наверное, под 700 ньютонов Сами видели результат Очень круто покатали с Лёхой и с его Шкодой Катали в основном ходом Ну, и были заезды с места Кому понравилось видео, ставьте лайк Кому не понравилось, ставьте лайк И вообще, друзья, бейте в колокольчик Дерегите себя Всем пока До новых встреч